Здравствуйте! Новосибирский актёр театра музыкальной комедии стал орденоносцем. Александр Тимофеевич Ускребенцев, он у нас в студии, указом президента, получил орден дружбы. Поздравляем! Спасибо! Александр Тимофеевич, нужна ли такая награда артисту? Да, артисту. Понравится любая награда. Ну, это какая-то форма признания. И хорошо, что такие награды в России как-то поощряются. Видимо, мы привыкли к этому, что надо в какой-то момент получить немножко признания. Но это достаточно крупное признание. И в первую очередь, вот я очень боюсь этого не сказать, у нас труд-то коллективный, и награда, хотел бы этого, или ты этого не хотел, она всё равно продукт коллективного труда. И я очень благодарен труппе. Ну, я понимаю, что говорят, да, вот человек там, винтик в большом механизме. Но ведь в театре это не так. А вот если приглядеться и к репетициям, и к тому, что происходит на сцене, то один актёр ничего не сможет сделать без партнёров. Спектакль – это партнёрский ансамбль, а кому-то везёт получить признание в такой форме. – Александр Тимофеевич, на самом деле, по всем изданиям сразу напечатали, какой вы у нас заслуженный, народный, признанный, что сыграно более 30 ролей. – Нет, больше. – Больше? – Больше. Ну, в два раза больше, допустим. – 60? А, 30 лет в театре. – 32. – 32. Но при этом самую большую часть вот этого описания занимали ваши ученики. – Ой, как здорово! – На самом деле, вы педагог. – Да, я работал в консерватории, преподавал актёрское мастерство. И не заметил, как пролетело там 10 лет. И я уже узнаю, что мои ученики моими партнёрами являются и за пределами страны. И кое-кто из них получил, допустим, вот, гвоза в Этере названа… – Она получила Эми. – Она, да, да, да. Она стала, как бы, лучшей в мире, травятой, там, как это называется, всех времён и народов. Это приятно. Когда те, которых ты видел у себя в классе. А ещё я преподавал в студии 12 лет. Это в студии при Театре музыкальной комедии, который мы с моей женой Верочкой с помощью Леонида Михайловича Кипниса организовали и делали с ними спектакли. И, конечно, это было некоторое повторение нашей юности в каком-то другом качестве. И эти ребята уже выходят тоже на сцену. Я видел воспитанницу, одну воспитанницу, когда был в жюри «Золотой маски» я когда-то. И вдруг передо мной в роли между рядами ходит уникальное существо, и я узнаю – это моя студийка. И они получили «Золотую маску». Вот я об этом помню с удовольствием, что есть не зря. Александр Тимофеевич, вот я где-то читала, что актёры, они в обычной жизни скупы на эмоции, что они выкладываются только на сцене. Но мне кажется, что это неприменимо к вам. Ведь если вы так охотно делитесь своими эмоциями в жизни, да, как отличный собеседник, в том числе и как педагог, куда делась ваша вот эта вот эмоциональная скупость? Ну, во-первых, да я никогда не был эмоционально скупым человеком. Наверное, мама мне это всё дала. Мама была весельчак такой. Её невозможно было укротить из неё постоянно, что-то генерировалось, излучалось. Не жалко вот так вот кому-то отдавать свои эмоции, а не брать всё себе, чтобы фонтанировать только на сцене? Не надо этого скрывать. Человек хронически счастлив. Любой человек. Только он должен себе это сказать, и он будет счастлив. А как вы думаете сами, почему вы на сцене имеете такой большой успех? Я понимаю, что это не скромно, да, вот задавать такие вопросы артисту. Но ведь на самом деле, вот сейчас, да, перед нашим интервью, ваши поклонницы вас узнали, говорили вам большое спасибо. Почему вас так любят? Вы даёте. Есть какой-то секрет, я не знаю, определённое мастерство, искренность. Что это? Всё, может быть, даже немножко проще. Часто роли всё-таки делают актёра. Так же, как телевидение часто делает какую-то личность. Дай бог этой личности немножко таланта, ну, искренности. А роли за собой поднимают человека, потому что они несут в себе положительный заряд. Эти роли так написаны, и человек воспринимает тебя вместе с достоинствами персонажа, который выписан. А ещё наш театр, он очень радостный театр, он приносит много доброго, положительного, лёгкого. И человек влюбляется и в персонаж, и, конечно, в того, кто его принёс на сцену, кто вынес эту эмоцию хорошую. — Александр Тимофеевич, я хотела узнать, как вы думаете, почему именно вам вручили Орден Дружбы? Потому что вот список обладателей Ордена Дружбы, он же велик. — Я в список-то не за... А, нет, я немножко заглянул в список. Я знаю, что Мира и Матье получила из рук Медведева. Но я не думаю, что это была какая-то конкуренция. Я думаю, что это было приурочено к тому, что мне не так давно, года уже полтора назад, 60 лет исполнялось. И, наверное, это было связано с исполнением такой даты. И мне, наверное, начали тогда оформлять документы. — Ну, у нас очень много в Новосибирске артистов. Но, тем не менее, у вас, Александр Тимофеевич, есть такой. Кстати, есть он или нет? Вы его получили? — Нет, ещё получили только известие, поздравления. О, кстати, поздравления — это так здорово, потому что все предлагают дружбу. Потому что орден называется дружбу. Я говорю, давайте переименуем орден в орден любви, потому что это ещё интереснее, очень ярче. Появится он, когда к нам на сцену выйдет сам Дмитрий Медведев. И подарит немного счастья нашей публике. — Но вы сейчас говорите о парижской жизни, о последней постановке. Потому что есть такая кукла ростовая, очень симпатичная, с лицом нашего президента. Но, на самом деле, вас как-то куда-то вызовут, чтобы вручить эту награду правительственную? Или всё-таки как-то, я не знаю, по почте через... — Нет, я думаю, что, конечно, наверное, есть определённые правила. И наш представитель теперь уже президента, Виктор Александрович Толоконский, наверное, это он сделает. Пригласив к себе, наверное, тех, кто был за определённое время награждён тем или иным орденом, там, знаком отличия. — Знаком отличия. И соберут нас, наверное, поздравят. Я так думаю. — Ну, после Ордена Дружбы, наверное, хочется ещё какой-нибудь орден получить? — Да, в общем-то, вы знаете, наверное, достаточно. Всё, что получить можно было актёру, я получаю. Особенно, когда получаю новую роль. Вот самое главное. Пусть награды, ну, это здорово, это такие зарубочки, на память, это приятные факты. Но когда ты получаешь приказ, и в приказе твоя фамилия, да ещё в каком-то интересном варианте, связанном с интересной ролью, вот, пожалуй, это самый главный праздник. Возможность продолжать расти. И молодеть, потому что каждая роль тебя начинает сначала. Единственная сложность в это время — это не повторить самого себя, а наоборот, что-то новенькое. — А как вам удаётся вот так вот действительно перевоплощаться? Вы один же из мастеров перевоплощения, вам удаются любые практически роли. В том числе комические, которые, ну, очень сложные, характерные. — Иногда роль может подбросить, сама роль тебе подбросит идею. А иногда, наоборот, ты должен сам что-то придумать. И иногда оказываешься беспомощным. Почти до премьеры. И вдруг какой-то последний момент накапливается что-то. И ты выходишь на публике, может быть. И на публике ты становишься совсем другим, не тем, кого ты репетировал. И ты говоришь, о, нашёл, кажется, почувствовал, я понял, как надо это всё делать. И приходит свобода. А до того, как ты не знаешь, кто ты, ты зажат даже. Даже при опыте, который есть, 32 года на сцене, ты бы стал зажат. И если к тебе пришло ощущение какой-то свободы и правды, комфорта, когда ты начал купаться в роли, вот такая подсказка в действии, она может тебя изменить. А часто бывает, что режиссёр тебе подсказывает. Он тебя настроит, что-то сделает, что-то попросит, что-то сам покажет. Ты его передразнил. И получается, что ты нашёл. Но чаще всего, конечно, читая роль, ты что-то ищешь, что-то накапливаешь из других источников. И приходит идея. Но лучше, чтобы сразу. Без мук. Александр Тимофеевич, у нас конец театрального сезона. На следующий театральный сезон какие планы, какие роли? Те самые награды от режиссёров, которые вы ждёте. Есть один план, он связан... Нет, две роли, которые я должен, скоро буду, должен исполнить. Первое, это начальника станции в парижской жизни, в парижской жизни Афенбаха, который же вышел, спектакль. А я ещё там ничего не играл. Мне надо появиться среди этих фигур, титулованных особ. Я там буду играть начальника станции. Это по значимости, может быть, сейчас, как начальник космодрома, допустим. Очень важная фигура. Там ещё попугай играет должен. Серёжа Плашков у нас играет. А потом, кстати, вместе с Серёжей Плашковым мы должны будем сыграть одну роль. С Пэтлой в «Тётке Чарли». Тоже в конце этого сезона. Вот такие две ролики. А на следующий сезон театральный? А на следующий сезон надо пригласить нашего уважаемого Алинея Михайловича Киписова. И он, наверное, знает, что произойдёт. Если, конечно, не начнётся реконструкция нашего театра, всё, наверное, будет идти по плану, выстроенного нашим художественным руководителем. Кстати, ему большое спасибо за то, что поспособствовал тому, что я получил сегодня награду. Ещё раз поздравляю вас с наградой. Спасибо. Желаю вам новых ролей, чтобы всё было хорошо, успеха творческого. Спасибо ещё раз. А я напомню, что в студии у нас был Александр Воскребенцев, народный артист, солист театра музыкальной комедии и теперь уже обладатель Ордена Дружбы.